Всем привет, друзья! С вами Андрей Холив, канал Футбол. Это жизнь. Ну что ж, друзья, сегодня мы можем побороться за самый главный, наверное, на данный момент трофей. Кубок предсезонного турнира мы выиграли, но теперь у нас предстоит победить в суперкубке Италии. Ювентус-Лацио. Мне кажется, будет неплохой матч, тем более мы протестим мое шикарное нападение в лице Коста, Роналду, Бейла и Дебалы. Также затестим еще и Алиссоном, потому что сейчас мне пока что как-то не сильно понравился на предсезонном турнире эти 4-0 от Барселоны. Ну что же. Дебала пытается вместо Роналду расшатать оборону. Так у них получилось это в финальном матче предсезонного турнира. Здесь неплохо сейчас. А если еще и разыграть попробовать, но Дебала будет сам бить, и это гол. Шикарно. Было несколько возможностей у Дебалы как-то распорядиться этой ситуацией, но он решил сам. На ложном замахе убрал и великолепно пробил Стракошу. Вот здесь вот шикарно. Был там Роналду и Коста. Вот здесь вот тоже можно было отдавать, но он решил сам. Левая нога аргентинца не подвела. И все шикарно. Ну что же, забиваем мы первый гол, только во втором тайме. Хороший идет вынос мяча. Вот он, брат Лукаку. Ой-ой-ой-ой, Марусич. Сравнивает счет. Время еще есть. 20 минут. Ну хорошо, здесь прошло два навеса. На Лукаку и на Марусича. Вообще Марусича один остался. И вот буквально здесь 10 минут. Сравнивает счет Лацио. На. И шикарнейший гол. Пало Дебало забивает дубль на 80-м минуте. Второй гол. Все шикарно. 2-1. И мистер Дебало даже при переходе к Крещану не остается в тени. Он забивает два шикарных гола за штрафной левой ногой. Ну, тут действительно удар был все-таки на удачу, наверное. Я не думал, что залетит. Но красоту иногда бить стоит. 2-1. Вот Алисона. И может сейчас вот на последних минутах, как я и знал, на последних минутах и Мобили забивает и сравнивает счет. Ну, гол-то тоже как-то симпатичный такой. Еще на травме же Чиро и Мобили, но нам он забивает Дебало. А если пробить, будет угловой, я надеюсь. Да, вот угловой будет. Там вообще строкоша по ногам начинает бить. Поставил я вот все нападения. И смотрим. Все. Крещано Роналдо ставит точку. Си. Победный гол в Суперкубке Италии. На 90-м минуте мы пропустили, побежали. Дебало решил пробить, но попал в защитника. У нас углового. Крещано Роналдо любит забивать и умеет. И замечательно. Первый гол Крещано Роналдо в официальном матче за Ювентус. В Суперкубке. Мы решили сегодня, что это будет так. Действительно, игра была равная. Но вот где-то нам повезло, где-то Лацио. Да, дебют у Алисона не очень, конечно. Две баночки такие пропустить. И Беннатия сейчас поднимет этот трофей. Наш первый официальный, можно сказать. И наш первый трофей в Италии. Суперкубок Италии. И все. Всегда так практически начинается сезон в Италии. С того, что Ювентус берет Суперкубок. Поэтому никакого ажиотажа особенного не было. Но на футбол красивый стоило посмотреть. Видите, на матч выдался шикарный. Итак, давайте докачаем уже тут Дебало. Может быть до 91. Но и честно, нам тоже надо покачать. Ну, только вот руганье пока что качается. Так, нам 1,5 миллиона дали за победу над Лацио. И приходит нам сообщение Александра, Вестхэм. Нет. Александра очень важный игрок. Так. Сейчас главная сделка это, естественно, Игуаин. Ну, а потом уже идут это Бэйл. Покупка. И Алисон. Муса Дембеле переходит в Милан. Вообще интересно сыграть против топовых команд. Именно в чемпионате Италии Паула Дебало в Реал Мадрид за 142 миллиона евро. Нет. Паула Дебало останется. И мне кажется, в Ювентусе ему самое место. Тут он себя чувствует комфортно. Дубль в суперкубке. Карло Пинзогли, вот, насчет него мы договоримся, я надеюсь. Я так понимаю, это бельгийский даже клуб. Сейчас мы разберемся. Итак, контрпредложение. Двухлетнюю, как раз до 29 лет. Да, они согласились на это. Но все-таки игрок будет в вашем клубе, поэтому вы большую часть ее выплачиваете. Все, согласились. Теперь уже только за Пинзогли идет решение. Перейдет ли он в новый клуб в аренду на 2 года или нет. Так, снова Александры. И теперь уже только лондонский арсенал. Ну и сумма чуть получше, но нет. Все равно это не стоит того. Итак, друзья, я хочу подписать одного интересного игрока. Александра Головина. После моей тренерской карьеры в Краснодаре, я все-таки понаблюдал за российскими игроками. И вообще за игроками РФПЛ. Поэтому мне кажется, Головин отлично зайдет. В Ювентус, тем более, он мог перейти. Но что-то там да и не сложилось. Так. А что у нас тут? Полузащитники. На кого мы готовы? Родриго Бентактур. Давайте посмотрим, если мы на него попробуем обменять. Центральный защитник им нужен. А, тут у нас Барзагли 36-летний. Давайте попробуем на Барзагли. Давайте уже цену тогда предложим. Десяточку. Ну, понятно. Скажут, он двадцатку стоит, все такое. И начнется. Ладно, попробуем чуть попозже возобновить. И Вертонген переходит в Рому. Прямо что-то в Италию все поперли. Наверное, из-за перехода Крещена Роналда и Гаррета Бейла. Исчезли 85-й. Теперь, наверное, мы покачаем все-таки Алисона. Потому что я хочу, чтобы Алисон именно стал основным голкипером. И Гомес даже переходит в Манчестер Юнайдет. Решил свалить из Италии. Ну, тоже правильно. Манчестер намного лучше играет в АПЛ, чем Аталанта в серии А. И Пинзогли наконец-то сдан в аренду. На два сезона. Кальяри наш первый соперник. Ронни Лопес переходит в Вольсбург. Так, Крещен Роналда не знаю, не знаю пока что. Давайте посмотрим, с кем он стал на следующие игры. С Дженноном. Так что давайте с Кальяри я выпущу второй состав. Вот этот. И посмотрим. Домашний матч. Итак, сами Хедира, говорят, ключевой игрок сегодняшнего матча. Но будем на этом и надеяться. Отлично. Сейчас не чуть вышел. И затащил. И Марио Манджутич головой решил пробить, но не удалось. И пенальти, друзья. Это пенальти. Я вообще, даже не понял, в руку, наверное, мяч попал. Сейчас мы разберемся, что там было. Ну да, 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 в руку. И Марио Манджутич подходит к мячу. Нервы естественные у меня и у Марио. Поехали. Отлично. Марио Манджутич забивает и выводит Ювентус вперед. С пенальти, но забиваем. 74-я минута. Марио Манджутич 1-0. Я почему-то хотел сначала по центру пробить, но потом подумал, что он останется, наверное, в центре и решил немного направо отдать. Ну и это получилось. Первый матч для нас. Я недоволен даже такой игрой. Но победа есть победа. Как говорится, 3 очка не пахнут. Но все-таки все равно гол с пенальти, как бы, все и решил. Не такой игры я ждал все-таки от Ювентуса, наверное. Итак, матч выдался интереснейшим. И давайте, пожалуй, прокачаем теперь Алисона. Потому что я Алисона, наверное, больше буду видеть основным голкипером, нежели чем с честным. Бернардески неплохо качается и в дриблинге и владении. Это и видно и на поле. И нам приходит одно сообщение про Александра Головина. Но пока что денег нету для покупки. И Бенатию хотят купить в Манчестере. Мы отклоняем, потому что Бенати один из основных игроков в обороне в Ювентусе. Игроки отправятся в сборную Матюди во Францию, Хидиро Хювидис в Германию, Ругани, Маркизи, Бернардески, Келлини в Италию, Роналду в Португалию, Честный в Польшу, Бейл Уэльс, Дебало в Аргентину и Александра с Алисоном идут в Бразилию. Ну что ж, друзья, на этой прекрасной ноте мы и закончим сегодняшний выпуск. С вами был Андрей Хорев и канал Футболта Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok